Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмелева, а сегодня у нас тема программы «Дети и наркотики». Я эту тему раскрыть и озвучить пригласила врача-психиатра, нарколога, психотерапевта Елену Шарова. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Вот столько у вас. Я знаю, что вы еще и гештальтерапевт. У вас очень много и опыта работы. И теперь я знаю, что вы пишете еще и диссертацию кандидатскую. Что это за тема у вас? Тема очень длинная. Вообще мы изучаем как раз-таки особенности современных наркотиков, их влияние на социально-психологические и психические изменения, которые возникают у человека. Да, у нас сегодня тема «Дети». И вот те самые вещества, которые, конечно же, бы хотелось, чтобы они не присутствовали в жизни ни одного из людей, но тем не менее, что говорить, они есть. И все чаще и чаще говорят о том, что мы, родители, сами взращиваем зависимую личность. Вот что мы точно не должны делать, да, каким образом мы должны воспитать ребенка, чтобы у него не было вот этих качеств характера, которые свойственны зависимым личностям. Ну, я тогда небольшое предисловие чуть-чуть сделаю, прежде чем перейду на воспитание. Вообще всегда возникает вопрос, от чего наркозависимый вообще начал употреблять наркотики, что сподвигло к употреблению. Что стало причиной. Да, что стало причиной. Вообще первая причина – это, конечно же, любопытство. Особенно у детей. Да, особенно у детей. Да вообще по статистике, в том числе той диссертации, которую я пишу, более 90% наркозависимых попробовали впервые наркотик именно в подростковом возрасте. Соответственно, первое – это всегда любопытство. То есть кто-то предложил из ребят – попробуй, понравится. И сразу хочу сказать, что не думайте, что если вы будете рассказывать только устрашающие картинки про наркотики, любопытство пропадёт. Любопытство – это свойственно для всех подростков. И тут же хочу сказать, что далеко не все, кто попробовал, стали наркозависимыми. И вот здесь необходимо говорить уже о том, что, а почему человек это цепляет, и почему он остаётся в употреблении, и почему он не хочет от этого уже отказаться впоследствии. Да, что служит именно не первой причиной, а второй причиной, почему я продолжаю употреблять наркотики. Вот так вот. И вот тут уже можно говорить про воспитание. Про воспитание, да. Да, про воспитание. Вообще, любая зависимость формируется вслед за зависимым поведением, за формированием зависимого поведения. А что такое зависимое поведение? Зависимое поведение, когда человек ориентируется не на себя, не на свои способности, не на свои возможности, а всё время с оглядкой на окружающих. Что скажут другие, как это угодить, например, родителям или ещё кому-то. Не моя мечта, потому что мне так сказали. Ну, то есть вот очень много факторов, которые идут не от человека, а от внешних, да, от внешнего, скажем таки, экзогенные факторы, да, то есть внешней среды. И, соответственно, чаще всего, конечно, да и не чаще, а вообще, ну, всегда в этом огромную роль играют родители. И первый шаг, первый шаг, который появляется при воспитании детей, я сейчас обращаюсь ко всем родителям без исключения, не только к родителям, у кого дети подростки, а вообще ко всем, у кого даже очень маленькие, потому что зависимое поведение начинают формировать уже в трёхлетнем возрасте. Каким образом мы как раз формируем зависимое поведение? Да, когда ребёнка начинают сравнивать с другими. То есть когда, например, говорят, ты посмотри, Ванечка, вот Петя уже умеет завязывать шнурки, к примеру, там, а вот Маша уже умеет выговорить букву Ре. И таким образом ребёнка начинает, его личность начинает, ну, практически формировать под воздействием... Каких-то других, да, оценок. Да, других людей, можно так сказать, да, и ценностей других. И, ну, то есть практически всё время играет с самооценкой ребёнка. То есть если ты не завязываешь шнурки, как Петя, значит, ты хуже. Практически это звучит так. Если ты не выговариваешь букву Ре, как там Маша, значит, ты хуже. То есть ребёнок начинает воспринимать изначально себя хуже. Чтобы стать лучше, он начинает смотреть, а как Петя, как Маша, как Катя, там, как ещё кто-нибудь. И такое уже, да, стадное чувство, да, начинает воспринимать? Тут даже не столько стадное, сколько постоянная ориентация именно на ценности... Других. Да, других людей. А не на себя самого. Не на себя самого. И всегда спрашивают, а как тогда по-другому? Если не сравнивать, он развиваться не будет. Да неправда, развиваться будет. И всегда говорят, что сравнивать нужно с самим собой. Вот ты полгода назад не умел шнурки завязывать? Да, вот смотри, ты вот в прошлый раз, например, вот когда-то там давно не умел, например, ложку держать в руках, ты же научился за счёт старания, ты всё время этого хотел, у тебя же получилось, значит, и здесь получится. То есть ребёнка необходимо сравнивать с самим собой, и в том числе с его успехами. Вот посмотри, ты делал то-то, 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 у тебя получилось, какой ты молодец. То есть постоянно поддерживать в нём это желание развиваться, стремиться, и развитие у ребёнка будет значительно быстрее. То есть правильно, адекватно формировать вот эту свою ценность, да? Да, да. Второй шаг, который появляется, чаще всего он появляется уже где-то в 6-7-летнем возрасте, когда ребёнок начинает говорить, что он хочет. Я не говорю про те капризы детские, когда там в детском возрасте... Да, и подай мне всё сразу же. А я говорю, когда ребёнок говорит, я хочу пойти в музыкальную школу, например, или я хочу научиться кататься на коньках. И нередко родители в этот момент, не обращая внимания на то, что ребёнок хочет, начинают ему такие буквально фразы проговаривать, что там, размечтался, много хочешь, нет, давай лучше вот это. Какой хоккей? Вот, пожалуйста, теннис. Да, какой хоккей? Там, клюшка ещё прилетит, то есть начинает ещё, можно сказать таким образом, пугать ребёнка. Мальчик захотел ходить в танцевальный, папа говорит ему, какой же ты пацан, если ты пошёл в танцевальный, нет, ты пойдёшь на борьбу. То есть начинают вот это вот «хочу ребёнка» опять же подавлять и навязывать внешне либо оценку, чаще всего оценка, что это плохо, вот это так мальчики не поступают. Это первый момент. А второй момент, либо начинают говорить, нет, вот мы родители, и будешь делать так, пока, как мы сказали. Пока мы твои родители, и ты будешь слушать нас. То есть мы тем самым, да, получается, опять-таки, ценность ребёнка не признаём, да, даём ему это понять. И его выбор уже не признаём. И его выбор. То есть ребёнок в этот момент в 6-7-летнем возрасте учится выбирать. Это как раз учится говорить «нет». Здесь запрещено слово «нет», будешь делать так, как мы сказали, и всё. То есть выбора нет, выбор без выбора у тебя, всё. И, соответственно, если на первом шаге, вот то, что мы говорили, когда сравнивают, ребёнка формируется самомнение, самоопределение, то есть такая концепция «я», да, на втором этапе уже формируется выбор, а выбора уже нет. Изначально, да? Я вообще даже в это не верю. Да. Уже. Всё. Будет всё так, как всё предопределено. Предопределено. Родителями, там, да, там, учителями, дальше, Богом, ещё кем угодно. Ну, кем угодно, абсолютно. Третий шаг формируется, скажем так, это уже появляется подростковый возраст, когда ребёнок, вот, у него формируется «я могу», «я умею». То есть самоценность уже собственных действий, самостоятельность, можно сказать, да? И здесь вместо этого либо говорят, ну, вот смотрите, когда ребёнок формируется «я могу», обязательно нужны помощники. То есть я делаю это, мне нужна помощь, чтобы получилось хорошо. Либо говорят, сам решил, сам делай, или говорят, ещё ты взрослый, давай-ка сам. У тебя всё получится. Ну, или там, молодец, у тебя всё получится, но никак не подключается. Никак не помогаю. Либо другой вариант, нет-нет-нет, давай-ка мы себе сделаем, ты там что-нибудь сделаешь не так. То есть два варианта. Первый вариант, когда ребёнку не помогают, у него не получается, и он отказывается. Зачем? Я попробовала, у меня не получилось. И он перестаёт даже двигаться в этом направлении. Здесь, можно сказать, кстати, связано во многом с учёбой. У ребёнка не получается какой-то предмет. Вместо того, чтобы подумать, может быть, репетитора нанять, может быть, позаниматься дополнительные часы взять, да, чтобы позаниматься по какому предмету, ребёнку постоянно говорят, ты же ходишь в школу, ты же, у всех же получается, там ещё и сравнивать продолжает, да, при этом. Давай-ка сам садишься и делаешь математику, например. А он садится, открывает учебник и понимает, нет, я сам не смогу. А чего-то не понимаю, к примеру, там, да. Либо, ну, активно там, ну, другой вариант, когда за ребёнка начинают делать всё. То есть абсолютно там, нет, нет, это вот гиперопёка, да, когда там не надо мне помогать посуду, разобьёшь ещё тарелку, давай, отойди. Не надо мне готовить кушать, давай, отойди. А там ещё начинается выбор, ты лучше иди уроки поделай. Потому что у тебя самая главная задача – это хорошо учиться. То есть, опять же, выбор, опять же, тут нарушается, да. И, соответственно, вот это вот могу, самостоятельность, она не формируется у ребёнка в этом возрасте. И четвёртый шаг, который, наверное, тоже очень значимый, когда у ребёнка появляются какие-то достижения, особенно для него это бывает значимо, там, ну, старше 16-летнего возраста. Он чего-то достиг, он приходит к родителям, рассказывает, и они обесценивают его вот это вот достижение, говорят, да ну, ерунда какая-то, нашёл чему радоваться. Или, да ну, вот если бы ты вот математику сдал там на пятёрку, тогда бы другое дело здесь разница. А тут какая-то там пятёрка по изобразительному искусству. То есть полностью обесценивается вот этот момент. Либо начинает обесценивать каким образом, ну, неужели снег выпадет? Ну, то есть опять же... Вместо того, чтобы, да, слушай, ты молодец, я горжусь с тобой, да? Да, то есть вот эти вот все шаги, и получается, что человек постоянно, во-первых, зависим от отрицательной оценки, зависим от окружающих, как делают другие, выбора он не имеет, и, соответственно, и самостоятельность ему не привит. Не привит эта самостоятельность. И вот это уже всё комплекс получается зависимого поведения и, скажем, такой вишенкой на тортике является то, что если при этом ребёнок никакого опыта при этом не усваивает. То есть никто с ним не говорит об этом. Вот смотри, ты на других смотрел, про себя забыл. Вот смотри, за тебя решили сделать что-то, и ты перестал выбирать. Ну, то есть вот он не ассимилирует этот опыт. А вместо этого постоянно, например, проговаривается, а вот ты помнишь, 10 лет назад или там 5 лет назад, вот ты не послушал меня, вот сделал то-то, и вот так получилось. То есть постоянно ещё и накручивают ребёнка. Ещё получается чувство вины, да? То есть вот это то самое чувство вины, что у тебя ничего не складывается, и вообще ты в этом всё виноват стал. И постоянно ещё в прошлое уносишь, что ты вспомни, какой ты неудачник-то там был, вот эти точки. И то есть человек начинает расти вот в такой негативной среде, и это всё признаки уже зависимого поведения. И понятно, что там, кстати, очень много происходит биохимических изменений в организме, при этом подавляется выработка эндорфина, когда человек не получает удовольствие от жизни, там, дофамина. И когда он получает вещество, которое даёт выброс этих всех веществ, он за него цепляется. Потому что он другую-то жизнь и не знал. Потому что именно под этим веществом он чувствует радость, удовольствие, у него появляется ощущение всесильности именно под действием наркотика, у него появляется ощущение безмерной радости, что он всё может, и что ему всё там по силе. Понятно, что это всё иллюзорные такие ощущения именно под действием наркотика. Но они готовы жить с этими ощущениями. И вот эта психическая зависимость формируется у него очень быстро из-за этого. Они привязываются к этому веществу, потому что вещество это даёт то, чего должны были так-то дать родители. Или жизнь, в которой он проживал. И, соответственно, вот это появляется, вот эта самая зависимость, и уже зависимость как болезнь, и психическая зависимость очень быстро переходит в физическую зависимость. Там от трёх до шести употреблений человек уже становится зависимым, то есть болезнь уже появляется. Со всеми там последствиями, со всеми осложнениями. Родители, у кого, кто столкнулся с этим, это хорошо знают, насколько это всё трудно через это проходить. И, соответственно, вот если говорить про... Ну, обращаться к взрослым, то необходимо не говорить про то, что это страшно, это ужасно, да, чтобы якобы любопытство якобы не разовьётся, а обращать внимание именно на свой стиль воспитания. На то, что делаю я сейчас с ребёнком, именно вот в ходе нашей всей жизни. А вот такой сразу же вопрос. Если, например, ты до пяти лет, да, вот сейчас слышит человек, да, он говорит, так, вот у меня сейчас там пятилетний сын, там, да, или там дочь, и я понимаю, что я сейчас себя узнал в этом, да, то я могу ещё изменить, да, стиль поведения и... Стиль поведения можно изменить всегда. И стиль воспитания. И стиль воспитания можно изменить всегда. Просто в какой момент обращаем, что родители, которые воспитывают таким образом ребёнка, у них тоже есть черты зависимого поведения. Потому что, вот да, расскажите нам про то, что такие родители, они же, если, например, ребёнок становится зависимым, да, от того или иного вида, там, например, наркотических веществ, то они тоже являются созависимыми. Они являются созависимыми. И это тоже ещё та история. Ну, я бы сказала, для меня категория людей, я с ними тоже работаю, у нас есть бесплатная для них группа проводится, абсолютно бесплатно они к нам приходят, мы их консультируем с ними, работаем, проводим тренинги. Она тяжёлая для меня аудитория, потому что первое, что они не могут принять, это болезнь, что-то вообще болезнь, они считают, что это вредная привычка, хотя любая зависимость – это уже болезнь, со всеми последствиями. То есть мало того, что психические все там моменты, да, социальные ребёнок выходит, ну, там, то есть такая модель получается многогранная этой болезни, в том числе и биологические процессы работают неправильно. И если переводить примеры, то очень часто мы замечаем, что к нам приходит, например, там, родитель, у него, он не только созависимый, но он зависимый тоже. Причём не обязательно зависим от алкоголя или, там, от наркотиков, он может быть зависим от еды, он может быть зависим от игровой зависимости, компьютерной зависимости, кредитной зависимости. Некоторые приходят родители и говорят, ну, какой же я зависим? Ну, да, кредитов у меня 25, да, я там всем должен, ну, разве это зависимость? А это тоже зависимость. То есть созависимые, они тоже за собой тащат время Время этой зависимости, потому что у них такое же, скорее всего, было воспитание. Вот скажите, это как раз я готовилась к программе, да, и в социальных сетях пишу, что есть ли здесь какие-то вопросы. И вот такой вопрос прозвучал. Если у человека в анамнезе была зависимость, например, наркотическая, то возможно вылечиться от этого или же нет? Нет. Скажем так, возможно социализироваться, то есть возможно перевести болезнь в длительную ремиссию, то есть когда человек не употребляет наркотики, он становится абсолютно адекватным гражданином общества. Он начинает вот эти все ступени, которые не получал воспитание, он всё это получает, но это благодаря только реабилитации. Я видела ребят, которые отказываются от наркотиков на длительный период. У меня сейчас есть друзья, которые тоже работают в том числе в реабилитации. У них есть трезвость, я называю это трезвостью, 10 лет, 8 лет, когда они не употребляют наркотики. Они уже активно помогают другим. Они сами учатся, один из них психолог, один из знакомых моих уже кандидат медицинских наук. То есть он закончил и медицинский институт, и защитил диссертацию, причём всё по теме наркомании. А в прошлом как раз был наркозависим? Да, в прошлом был наркозависим, причём достаточно весь подростковый промежуток времени, подростковый возраст, и начало взрослого периода, до 28-летнего возраста он был наркозависим. Вся реабилитация направлена как раз на отработку вот этих всех ступеней, которые они не получили именно в ходе воспитания. То есть самостоятельность, это практически в обратном направлении самостоятельность. Раскручивается, да, кубочек? Раскручивается обратно там, простроение своей мечты, и что я из себя представляю, кто я, собственно говоря. Вот, и всё это, вот эти все моменты прорабатываются, да. И у меня прямо на сегодняшний день есть такая замечательная история, я всегда, я не суеверна, но боюсь сглазить. Когда он вот так пальчики имеет, да? Да, 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 есть подросток, я сейчас рассказываю про наш город Киров. Когда я его увидела впервые, он употреблял наркотики, ему было 15 лет, срок употребления наркотиков у него на тот момент был уже 4 года, и когда я его увидела, у него было истощение, он был, можно так сказать, в предсмертном состоянии, то есть он наркотиками себя уже добивал, он уже не спал, он не ел, социализации, конечно, у него никакой не было, он там уже и крал одежду, то есть на него уже было заведено несколько уголовных статей. Мы подключились тогда, и у нас получилось помочь его отправить в реабилитацию. Сложно отправлять наркозависимых в реабилитацию, потому что они не хотят этого. Но вот за счёт его истощения, да, мы сыграли на том, что он истощён, он дал согласие, поехал. И когда он вернулся уже в Киров после реабилитации, к сожалению, не было тогда ещё в Кирове у нас реабилитационного центра, и он вернулся в Киров, ну, это был, скажем так, стал совсем другой человек. Он настолько активен и настолько социально активен. То есть он открыл группу анонимных наркоманов, это группа самопомощи. Он стал активно помогать нам в группе ведения созависимых, в том числе. То есть он приходил, рассказывал про себя, какое поведение мамы не помогало ему избавиться от наркотиков, и какое поведение мамы же, например, да, способствовало тому, что он пошёл на то, что перестал употреблять наркотики. Очень активен, занимается спортом. У него огромные уже достижения в том виде спорта, которым он занялся. Это просто, ну, для меня это вот такая яркая картина, что человек... Показатель того, что человек может, да, если он принимает... А от него тогда уже все отвернулись, тогда сказали, пропащий человек там, ну, практически вот со всеми взрослыми, с кем я разговаривал, он что там с ним разговаривает там. О чём? О чём. А вот мальчишка очень хороший, сейчас, когда он приходит... Вот не помню, как дословно вы сказали, да, как-то однажды на нашей встрече, о том, что невозможно восстановить самооценку, если она была изначально... Да, личностное. Да, личностное, но за то, что можно сделать. Можно, смотрите, самооценка формируется у нас от личностного восприятия себя и от внешних факторов. А когда формируется зависимое поведение, вот социальные внешние факторы не очень важны для нас. И если личностную самооценку восстановить не получается, нет таких... То есть по всем научным статьям, которые существуют, что личностная самооценка, она вот не подвергается... В процессе жизни, как вот сформировано, так... Да, то есть человек до конца... Человек до конца... Психотерапевт не сможет вам в этом помочь, да? Да, то есть человек до конца жизни потом сомневается в каких-то своих способностях, в чём-то своём. Но может восстановиться ситуационная самооценка, то есть внешнее воздействие. Когда человек перестаёт циклиться на мнение окружающих, когда человек перестаёт прислушиваться, а что скажут и вообще как себя вести, что мне скажут другие. То есть когда у человека начинает формироваться своё мировоззрение. Вот эту ситуационную внешнюю самооценку изменить можно. Мы можем. Да. Это признак личностной зрелости. Это может помочь и окружении, и как раз специалисты, да? Да. То есть с этим можно работать. Да. Хорошо. Очень увлекательно. Елена, скажите, вот вы проводили исследования. Какие-то есть такие новшества? То есть если раньше, например, считалось, что сейчас происходит ситуации именно подростков, детей и наркотиков? Ну вот по тем исследованиям, которые мы сейчас проводим, что выявили? Во-первых, некоторые родители считают, что если их ребёнок ходит в три секции и в четыре кружка, то это его не коснётся. Ведь он же всё время знает. На сегодняшний день по нашим исследованиям выявлено, что более 90% наркозависимых, которых мы наблюдаем в реабилитационных центрах, ранее ходили в секции, в кружки. Причём они имели спортивные разряды, были кандидатами в мастера спорта, то есть они имели высоченное достижение в спорте, и их это не остановило от употребления наркотиков. Мало того, когда начинали с ними общаться, они начинали употреблять именно в момент, когда они ходили, посещали какой-то кружок или секцию. Здесь, конечно, факторов может быть множество. Ну, во-первых, подростковая среда, скорее всего, это любопытство, попробовать ещё какой-то драйв. Потом, там же чаще бывают возрастные, где-то там кто-то маленький, кто-то постарше в этих секциях. Да-да-да, тянутся друг с другом. Либо ещё как такой фактор, что, может быть, это не их выбор был опять этой же секции, потому что, ну, если формировалось зависимое поведение, и человек ходил, потому что папе так вот нравилось, и потому что маме, да, это такой уход от, ну, скажем, принуждения. До конца вот это исследование не проведено, но это подтверждено уже. И поэтому, если раньше я считала, что наркоманы – это люди незанятые, это от нечего делать, от скуки в жизни. Ничего подобного. Нет, ничего подобного. Второй момент. Очень много считалось, и много об этом писалось, что дети не пробуют наркотики сразу. Они сначала, типа, ну, курят, там, табачные изделия, потом они пробуют алкоголь, и наркотик становится уже третьим этапом. По исследованиям, 70% наркозависимых начали употреблять наркотики до того, как попробовали табак и алкоголь. То есть очень высокий процент, и это не является, если ребёнок у вас не курит табак и не пробовал алкоголь, это не является показателем того, что он не попробует наркотики. Нельзя на это ориентироваться. Это тоже вот такой интересный момент. И по возрастным цензам. Некоторые считают, что это только болезнь подростков. Надо разговаривать только с подростками. Ну, там, 15, 16, 17, 18 лет. Да, детей это не касается. Да, в 90-е годы я не видела, честно скажу, детей именно до 14-летнего возраста наркозависимых. На сегодняшний день я видела наркозависимых 9-летних, 11-летних детишек, которые вот в этом возрасте уже употребляют наркотики, употребляют уже серьёзные наркотики, уже уходя из дома со всеми вот этими последствиями. Поэтому нельзя закрывать на это глаза даже в детском возрасте. Давайте теперь тогда озвучим, что-то может являться таким маркером для родителей в поведении ребёнка. Дабы знать, что вот если вот это, это, это есть, то тогда надо начинать действовать. Ну, вот маркер прямо основной. Не надо ребёнка нюхать, это бесполезно. Искать у него рыться по карманам тоже бесполезно. Смотрите на его поведение. Если вы стали замечать, что поведение резко поменялось, ребёнок стал более агрессивным, более заносчивым, стал уходить из дома, и вы его ищите, например, ушёл, не ночевал дома, либо перестал ходить на уроки, стал хуже учиться, у него поменялся резко круг его друзей, то есть были одни друзья, и резко какие-то стали непонятны, вы даже их не знаете. Прислушаться, вот приглядеться, скажем так, к этому необходимо точно, и первый шаг, который необходимо делать, это идти к клиническим психологам, либо к психотерапевтам, потому что это те специалисты, которые могут помочь на первом этапе. К наркологам... Потому что мы с вами знаем, что наркомания, да, и вообще зависимость, это болезнь. Это болезнь. А на первом этапе, в любом случае, когда ребёнок только начал баловаться, клинические психологи и психотерапевты смогут помочь. Когда уже появилась болезнь, ну, скажем, с ломкой, вот это вот, ну, у них ломка сейчас по-другому выглядит от современных наркотиков, но в любом случае, когда есть вот синдром отмены у них, признаковым будет, он начнут пропадать вещи из дома. То есть он уже боится вот этого состояния, вот этой ломки, и он начнёт красить из дома вещи, чтобы приобрести большие дозы наркотиков, чтобы себе помогать. И это вот уже признаком того, что ребёнка пора везти уже к наркологам. То есть тут уже нужны наркологи. И ещё обязательный момент хочу сказать, что когда наркологи вам предлагают госпитализацию, неважно куда, соглашаться нужно обязательно. Потому что я видела таких родителей, которые звонят мне, говорят, нам предложили, у ребёнок маленький, ещё 11 лет, предложили лечь в психиатрическую больницу в Ганино. И что? Ну, то есть не надо копаться, то есть ребёнок нуждается в срочной помощи. Не надо искать и ждать просто манну небесную, потому что болезнь прогрессирует каждый день. Болезнь может привести как к смерти ребёнка, так к серьёзным последствиям социальным, к серьёзным преступлениям, что в его адрес, что с его стороны. И поэтому каждый день от промедления, он просто для меня смерти подобный. Поэтому нужно соглашаться сразу и прислушиваться к мнению врачей, что врачи говорят, то и делать. Не надо там навязывать своё мнение, это болезнь, она требует вмешательства специалистов. Хорошо, Лена, скажите, а как родители могут помочь? Очень часто же бывает такое, да, вот, констатация факта, что вот ребёнок такой. А что я могу сделать, говорит мама или папа, да? Что я могу сделать? Ну, первый шаг – это обязательно пойти к психологам. То есть поговорить, каким образом с ребёнком можно наладить общение, да? Вот это вот, когда я говорила про воспитание, здесь начать менять своё отношение к ребёнку, даже в рамках своего воспитания его, да? Начать прислушиваться, перестать кричать. Что точно не помогает – это угрозы, упрёки, назидания, длительные разговоры по душам со стороны только мамы. Это вообще не помогает. Здесь самое главное – с ребёнком начать разговаривать, что случилось, что произошло, и давать уже выбор, альтернативу. Вот смотри, ты сейчас начинаешь употреблять, тогда вот смотри, ну, тогда я перестаю тебя кормить, потому что нет смысла. Ну, я там уже про более взрослые детей говорю, да? Если это маленький ребёнок, тогда я там перестаю оплачивать твою секцию, ещё что-то, ещё что-то, да, потому что нет выбора. Ну, то есть потому что ты всё равно будешь употреблять. Либо давай, тогда ты перестаёшь употреблять, там идём мы с тобой, даже не просто перестаёшь, это болезнь, идём мы с тобой к специалистам, и только тогда я начинаю тебе дальше помогать развиваться в рамках развития. Это такая очень сложная система мотивации на лечение, и психологи часто очень подключаются в этом плане. Здесь самое главное, вот когда говорят, что вы ребёнка своего не наказываете, что вы его там не ругаете, это вот то как раз, то, чего ребёнка ещё сильнее оттолкнёт, он идёт из дома и дальше будет употреблять. Это точно не помогает. Это вот, ну, вот сто процентов. Поэтому не нужно слушать, когда говорят, поругайте, повоспитывайте, накажите, это не сработает. И правильно ли я понимаю, что если всё-таки ребёнок нуждается уже в медицинской помощи, то ему её нужно обязательно будет оказать, да, потому что всё равно мы родители являемся законными представителями, да? Да, да. Как раз-таки не отказываться и не бояться в медицинской, любого специалиста. Даже если вы понимаете, что ребёнок попадёт на учёт, да, если он начал употреблять серьёзно наркотические вещества, лучше пусть будут на учёте, и лучше за ним пусть контролируют его врачи. Здесь необходимо такое всестороннее вмешательство. И поддержка, да? Потому что это иногда кажется, что это вроде как наказание, а в итоге это получается не наказание, а просто контроль, да? Сейчас вопрос про больницу. Да. Это не наказание. Ну, для кого это наказание? То есть если человек болеет, его вкладывают в больницу, что это не наказание, это помощь. Но у нас есть такое понятие, что сразу же он становится где-то в какой-то комиссии, да? Ну, в любом случае о ребёнке, который употребляет, всегда в первую очередь узнают сотрудники полиции, ПДН, подразделения по делам несовершеннолетних. И чаще всего родители... Чаще всего этого родители и боятся. Да. И поэтому, если ребёнок оказался в поле зрения ПДН, потом комиссии по делам несовершеннолетних, да, это неприятно. Тем не менее... Но это можно пережить. Это точно можно пережить. Главное, чтобы ребёнок остался жив. И здесь, если подключается вся комиссия, ПДН, и говорят, вот мы договорились насчёт госпитализации куда-то, вот точно отказываться не нужно, точно нужно соглашаться. Хорошо. Ну и последнее, наверное, да, у нас есть ещё две минутки. Профилактика. Такое слово, такое вроде, знаете, но тем не менее. Я всегда считаю, что лучше сначала профилактикой заниматься, чем потом разгребать все эти проблемы, которые возникают в нашей жизни. Я в отношении профилактик такой, знаете, прагматик. Когда ходят по школам и читают просто лекции для детей, наверное, это действенно. Наверное. Хотя я понимаю, что если у ребёнка специфическое воспитание в семье, специфические взаимоотношения в школе, то есть которые поддерживают вот это зависимое поведение, все остальные разговоры, это просто, ну... Просто разговоры. Просто разговоры. Поэтому для меня профилактика, я всегда нацелена на взрослых. Для меня профилактика это рассказывает родителям, что они делают неправильно и что они делают для того, чтобы ребёнок стал наркоманом или там алкоголиком, да, то есть просто ушёл в зависимость. И рассказывать, как можно сделать по-другому. Для меня очень важно, например, если бы нас приглашали, в том числе, на педсоветы. Для педагогов, если бы мы проводили такие же моменты, что иногда педагоги, ну, понятно, там, силу своей усталости, ещё чего-то иногда делают для того, чтобы ребёнка толкнуть, да, или поддержать это формирование зависимого поведения. Когда начинается сравнение отличников, там, с троечниками, ну, вот когда вот эти начинаются сравнения, или когда берут у ученика, который плохо написал сочинение, и, ну, чтобы весь класс смеялся, зачитывается это, да, вот это как раз, ну, скажем, поддержка низкой самооценки ребёнка. То есть я бы с удовольствием походила, правда, педсоветы нас пока не приглашают. Я думаю, что нас услышат. Я надеюсь на это. То есть совсем, с абсолютно совсем взрослым населением я бы общалась, потому что дети, нет невроза детей, есть невроз семьи. А я считаю, что невроз общества. Для меня это вот вообще всё выход из любого общества, там, из любого микросоциума даже. И, соответственно, взрослые, взрослые необходимо меняться. Да, не старайтесь воспитать детей, старайтесь воспитать себя, потому что дети всё равно будут похожи на вас. Вот на такой ноте мы сегодня и закончим нашу программу практической психологии. Лена, большое вам спасибо. И, наверное, можно вас найти в социальных сетях, где вы рассказываете про вот эти же группы созависимых, где можно просто прийти и получить у вас консультацию. Да, да. То есть во всех соцсетях я есть, кроме Инстаграма. Итак, это Елена Шарова, врач-психиатр-нарколог, также психотерапевт. И ещё раз большое спасибо. А сегодня в программе «Практическая психология» мы поднимали тему «Дети и наркотики». До встречи. Всем крепкого здоровья, любви и счастья. Практическая психология